Добрый день, уважаемые коллеги. Правильно поставленный диагноз – это 50% успеха, а правильный поставленный диагноз для меланомы – это ещё выше. Если измерять клинические измерения на образовании кожи невооружённым глазом, то чувствительность и специфичность составляют примерно 60-65%, а применение дерматоскопии увеличивает этот метод как специфичность и чувствительность метода. Клинические формы. Какие существуют клинические формы для меланомы? Наиболее часто встречаемые – это поверхностная меланома. Здесь при этой форме очень выражен длительный рост по горизонтали пигментного невоса. Он составляет от 2 до 10 лет. Надулярная форма меланомы. Здесь отсутствует фаза радиального роста, и эти меланомы отличаются очень крайне агрессивным течением. Но встречается где-то тоже примерно до 50%. Лентига меланома. А вот здесь при лентигомеланоме фаза радиального роста может длиться и более 20 лет. Она имеет медленный рост, медленно развиваются метастатические проявления и редко, реже рецидивируется. Акролентигенозная форма – это в области конечностей. Она также имеет агрессивное течение. И как при надулярной форме, так и при акролентигенозной форме могут существовать беспигментные формы. Атипичные формы – это редкие формы. Чаще всего это беспигментные меланомы слизистых оболочек, полости рта, полости носа, слизистые влагалища, даже слизистые желудочно-кишечного тракта. Также могут встречаться меланомы глаза. То есть как радужные оболочки, так и меланомы тела глаза. И беспигментные формы. Кроме того, еще могут встречаться метастазы без установленного первичного очага. Клиническая картина меланомы, она бывает разнообразной. Основные проявления этой меланомы – это изменение формы. Любой форм формы, изменение границ, появляется неоднородность окрашивания этих пигментных образований. И достаточно быстрая динамика в развитии. Из меланцитарных признаков, которые следует отметить при дерматоскопии, различные моменты. Здесь показано первым и основным моментом для диагностики меланомы, для дерматоскопической диагностики. Это неоднородная пигментная сеть. Это откладывание меланина на гребешках. И вот разновидность, атипичная сеть пигментная, она характерна для меланомы. Кроме того, из моментов, которые могут нам существенно помочь в диагностике, это появление точки гранул. Рассыпанный молотый перец, неоднородные точки, разбросанные по всему небусу, также будут свидетельствовать о наличии меланомы. И ещё из основных признаков – это белоголубая вуаль. То есть, пигментное образование покрыто плёнкой, и под ней видны участки, какие-то структурные элементы. Это белоголубая вуаль появляется как раз в фазе вертикального роста, начинает появляться. Ещё один из моментов диагностики дерматоскопической – это очаги регрессии, то есть непросвечивания, но они несколько отличаются от белоголубой вуали. Важным моментом дерматоскопической диагностики – это изменения сосудистого рисунка. Появляются клубочковые изменения, то есть в виде штрихов, палочек и так далее. Существует правило четырёхшаговое для дерматоскопической диагностики. Это правило АБЦД, которое проводится дерматоскопические изменения. Это асимметрия. При исследовании делится на две оси и смотрим асимметрические изменения. То есть оценивается по баллам от 1 до 2 баллов. Следующее – это второй шаг измерения границ Эльты. Анализ мысленно делится на 8 секторов и оцениваем каждый из секторов, и поэтому оцениваем от 0 до 8 баллов. Цвет С – это колор, оценивается по баллам от 1 до 6 в зависимости от наличия цветовой гаммы. В зависимости от того, сколько цветов, то и количество баллов так оцениваем. Структурные элементы – это до 5 баллов. Это в зависимости от наличия структурных элементов. Это пигментная сеть, расплычатые пятна, точки, глобулы и полосы. И затем суммируем количество баллов, умножая на определенный коэффициент. Коэффициент определяем. Чем выше коэффициент, тем больше значимость. И при сумме баллов 5 и 6 здесь можно смело поставить диагноз меланомы. Ну вот пример на данном снимке. Мы оцениваем по правилу АБЦД, дерматоскопическому правилу, в отличие от клинической симптоматики. Делим на две полосы, смотрим асимметрию. Б – границы, цвет – это различия цветовой гаммы, и Д – это элементы. И в данном случае, что мы видим, дерматоскопический индекс 5,6 сантиметров, и гистологически подтверждается меланома. На этом примере, опять же, смотрим по форме. Асимметрия есть или нет. Затем границы на 8 секторов и оцениваем границы. Цветовая гамма какая у нас присутствует здесь. Здесь появляются структурные элементы, точки, да, то есть здесь клубочковые фильтрации различные гранулы. Гранулы, они различной формы. И дерматоскопический индекс получается 6,1. Гистологически подтверждается ранняя меланома. Но на этом снимке визуально, может быть, и сразу же можно сказать, что здесь подозрение на меланомы имеется. Но оценивая по правилу дерматоскопическому, мы здесь чётко ставим сразу же уже дерматоскопический индекс 6,1. И подтверждается гистологически поверхностная меланома. Ну, на данном случае я попрошу зал посмотреть внимательнее, да, то есть и оценить, какие что мы имеем границы. То есть изменение формы, изменение границ. Цветов мы видим, ну, я думаю, два цвета. Дерматоскопический индекс 3,3. Доброкачественное образование мы подтверждаем. В данном случае здесь изменение формы, небольшое здесь изменение границ, но имеются структурные элементы. Вот эта вот пигментная сеть, неоднородная оценивается. Дерматоскопический индекс получается 5,3. Гистологически поверхностное образование. Следующее правило диагностики дерматоскопической – это правило 7 пунктов. Дерматологи из Италии во главе Джузеппе Агренциани определили ряд признаков и предложили такую систему оценки дерматоскопической диагностики. Она также оценивается в баллах, но здесь по баллам оценивается, по два балла оценивается. Это пигментная сеть изменения, то есть это штрихи линии. Затем два балла оценивается как бело-голубая вуаль, через неё просвечиваются элементы. И по два балла оцениваются сосудистые точки и элементы. И по одному баллу – это структуры регресса, неправильные подтёки по периферии. Это асимметрия глобулы и точки и гомогенная сеть. Вот список. Здесь мы чётко видим изменения пигментной сети, неравномерное окрашивание. Но здесь ещё структуры регресса меланома. Бело-голубая вуаль – основной из элементов, подтверждающей дерматоскопическую диагностику меланомы. Как раз я уже повторюсь, что это как раз она, бело-голубая вуаль, появляется в фазе вертикального роста до тех пор, когда она начинает уже. И в этот момент уже могут появляться метастатические проявления. Оценивается, если в сумме больше трёх баллов, то тоже здесь можно сказать о наличии меланомы. Атипичные сосуды в виде скопления, лакун. Ну и кроме того, ещё мы видим другие сочетания элементов. И бело-голубая вуаль, и штрихи появляются, неоднородность. Здесь и клинически тоже, в общем-то, можно поставить этот диагноз. Дерматоскопия нам помогает подтвердить это данное заключение. Штрихи и точки – это элементы. Элементы по периферии пигментного образования будут также оценивать. Ну, здесь ещё плюс сочетание бело-голубой вуали и ещё ряд других элементов. Неравномерные точки и гранулы – здесь симптомчик, так называемый, рассыпанный молотый перец. Неравномерные по величине эти точки и гранулы и распределено по всему периметру. Очень важным моментом, кроме того, это и седьмой признак – это признаки регрессии. Вот он, признак регрессии. Изменения несколько отличаются от пигментного образования. Образование на поясничной области никак не беспокоит. Тем не менее, здесь это один из основных, оценивается как один балл. Если внешне смотреть на это пигментное образование, то можно подумать о наличии, скажем, сибраиного кератоза. Но дерматоскопия нам даёт некоторую другую картину. Мы видим по периферии изменённую пигментную сеть. Здесь слабо прослеживается бело-голубая вуаль. И показано подозрение при дерматоскопии, подозрение на меланому, широко иссякаем. И гистологически подтверждается меланома, ранняя меланома до 1 мм. Данная пациентка заметила изменения в цвете, вовремя забеспокоилась. При дерматоскопии мы видим исчезновение части границ. Появляются на периферии штрихи и точки. И по типу чернильного пятна распределение по больше 50% этого пигментного неуса. Меланома до 1 мм. Вот ещё один пример для диагностики. Если внешне заподозрить меланому не так просто, то есть он небольших размеров. Но при дерматоскопии мы видим элементы, которые характерны для меланомы. То есть это здесь и мелкие точки, если присмотреться, вот присмотреться бело-голубая вуаль, и изменения по периферии, и появляется типичная пигментная сеть, ранняя меланома при широком иссечении. Иногда поверхностные формы меланомы, гипопигментированные формы меланомы, они могут выглядеть как, можно подумать, что это базально-клеточный рак, но при дерматоскопии мы уже видим не только сосудистые элементы, но и вот по периферии элементы часть бело-голубой вуали и исчезновение границ. То есть здесь дерматоскопия нам очень помогает в ранней диагностике. И гистологически всё это подтверждается. Очень сложна диагностика гипопигментированных образований. И кроме дерматоскопического изменения есть ещё дерматосиоскопия. Что это такое дерматосиоскопия? Это спектрофотометрический интрадермальный анализ. Сейчас посылается пучок света разной длины волны. И по отражённым снимкам делается пять сканов, которые проецируются на экран монитора. И делается оценка этих сканов. Вот первый скан, который осматривается. Первый скан, что мы видим, это как при дерматоскопии увеличение в несколько раз. И мы видим здесь дерматоскопические признаки. Можно увидеть и штрихи, и эти точки, но они не совсем равномерно распределены. Но следующие сканы – это скан общего меланина, который находится на поверхности этого пигментного образования. И скан дермального меланина, то, что заглядываем аппаратиком вглубь кожи, в зону эпидермиса. Следующий скан – это гемоглобина. Здесь появляются очаги, изменённые очаги, то есть большее содержание гемоглобина в слое, в эпидермисе. И четвёртый скан, по которому оценивается, – это наличие коллагенов. То есть это пример меланомы. Как оцениваем ещё эти четыре скана? Немножко поподробнее. Первое – это асимметрия меланина. Что вот мы видим неравномерное распределение – это меланин, который расположен на поверхности пигментного образования. Он оценивается как три балла. Следующий скан – это наличие меланина в сосочковом слое, то есть слое эпидермиса. И по наличию меланина, чем больше меланина находится, тем цвет меняется. Красный цвет – здесь большее содержание меланина и неравномерное распределение оценивается как в пять баллов. Сосудистые изменения, то есть вытеснение сосудов. Вот мы видим вытеснение сосудов неравномерное и вокруг большее содержание оценивается как в три балла. Следующий скан – это значение наличия коллагеновых дыр. Вот они коллагеновые дыры и оценивается как в один балл. Это суммируется и проводим оценку. И пример для исследования. Первая система – то, что мы визуально оцениваем по системе. Здесь имеются все признаки асимметрии, неровности границ и полихромия и размеры образования больше 6 мм. Дерматоскопические признаки по системе семи пунктов оцениваем. Имеется бело-голубая вуаль, имеются точки и гранулы, неравномерные глобы и участки регресса. Дерматоскопические – это меланома. При дерматосиоскопии оцениваем результаты. Первый скан – это наличие общего меланина, неравномерное распределение общего меланина, то, что в эпидермисе, и оцениваем как 3 балла. Следующий скан – это гемогловин, то есть вытеснение сосудов и коллаген. Кроме того, при сиоскопии можно выполнить и 3D-реконструкции, где также будет чётче видно содержание меланина. То есть это дерматоскопический признак и пример дерматоскопии для доброкачественного образования. Здесь мы видим равномерное распределение меланина, а иногда, чаще всего, бывает при поверхностных формах, общий дермальный меланин отсутствует, но здесь распределение этого меланина равномерное. Равномерное распределение сосудов и равномерное распределение коллагена по пигментному образованию, доброкачественному образованию. Мы провели небольшой анализ дерматоскопический, где пациентам, которым проведено было гистологическое исследование, сравнили с диагнозом, который был направлен по числу направлений. Дерматоскопический анализ на меланом показал 81% совпадений. При меланцитарном неосе 90% у нас получилось и при других образованиях. Ну и ещё несколько слайдов, которые можно подтвердить, что дерматоскопия нам улучшает диагностику. Но и здесь несколько слайдов показано. Мы видим и бело-голубую вуаль, изменение точек и гранул. То есть по периферии изменение цвета полихромия имеется и чёрный рассыпанный перец. Гистологически подтверждается меланома. В данном случае диффузная бело-голубая вуаль, наричие и мелких точек, что не вызывает сомнений, что имеется здесь доброкачественная опухоль. Асимметрия здесь на первичном снимочке. Можно заподозрить, что это всё-таки может быть и доброкачественное образование. Но при более детальном обследовании мы видим, что здесь имеется асимметрия. Бело-голубая вуаль прослеживается несколько регулярно. И у этой пациентки множество пигментных образований, более 40, и исследуем более изменённые. То есть это так называемый симптом гадкого утёнка. Но основной диагноз устанавливается гистологически. То есть и должно быть подтверждено морфологическое подтверждение этого пигментного образования. Спасибо, Михаил Львович. Пожалуйста, вопросы кому угодно? У меня ещё приготовлен ряд слайдов. Я, наверное, на следующий завтра ещё поделюсь своим личным опытом. Покажу на примерах немножко не так, а поконкретней. Спасибо. Михаил Львович, скажите, пожалуйста, спасибо, во-первых, за такое интересное сообщение, за доклад. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете всё-таки, насколько необходимо, чтобы все врачи, которые занимаются проблемой, особенно диагностикой, владели дерматоскопией? Ну, во-первых, дерматологи должны владеть этой дерматоскопией, не только онкологи. Потому что дерматологи являются первым звеном, когда пациент приходит с жалобами на определённую. Но, к сожалению, у всех дерматологов не имеется дерматоскопов. А дерматоскопия нам значительно улучшает диагностику, особенно при ранних формах меланомы. То есть, если зрелую форму меланомы можем поставить визуально, не применяя никаких методов ни дерматоскопии, ни дерматосиоскопии, то ранние формы, что очень важно нам для диагностики в плане дальнейшего лечения, нам дерматоскопия очень помогает. Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а в зале есть дерматологи? Есть? Поднимите руку, пожалуйста. О, замечательно. Скажите, пожалуйста, а Вы владеете дерматоскопии? Да. Скажите, пожалуйста, кому можно направлять детей при выявлении каких-то форм, потому что это большая проблема? Я отвечу, Михалыч, если разрешите, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что действительно меланомы в детском возрасте, чаще всего это подростковые, это 16-17 лет, 18. Я на прошлой неделе нашёл одну публикацию выявления и подтверждённую морфологически меланому восьмилетнего ребёнка. И теперь на Ваш вопрос всех детей надо отправлять к детскому онкологу. Не направлять ни к дерматологу, никуда. Сразу у Вас есть сомнения? Отправляйте, пожалуйста, к детскому онкологу. То есть сокращайте этот путь диагностически. Ещё вопросы, пожалуйста. То есть, а если имеется подозрение, то обязательно эксцезионная биопсия? Обязательно, Николай Лёвович. Я хотел задать Вам вопрос. Я воздержался, но первый раз Вы задали, я задам вопрос. При дерматоскопии, вот Вы считаете, что... Я перевожу морфологически, это самое ПТ1А. При дерматоскопии, бальной системы, как Вы считаете, необходимо ли и достаточно ли отступить от видимых краёв опухоли на полсантиметра, ну, максимум сантиметра иссечь? Ну, я думаю, если при ранней мелномы, достаточно один сантиметр иссечь, если она действительно ранняя, да? Да, но тут, понимаете, то, что Вы говорите и мы видим, это самое, мы не можем говорить толщину опухоли по Брюслову и вазу по Кларку. Или не следует этого делать? Ну, если имеется, я считаю, так, явное подозрение на меланому, то иссякаем, как положено при меланоме. То есть, заведомо идём на широкое сечение меланомы, не заморачиваясь с тем, что... Это будет проще для пациента и в дальнейшем так же будет. Мне понятна у Вас позиция. Спасибо. Ещё вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.